Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – «Типы связи слов в словосочетании и предложении». Сегодня на уроке вы вспомните виды связи слов в предложении и в словосочетании, научитесь определять виды подчинительной связи, сможете рассказать о жизни и творчестве Наде Рушевой. А теперь обратите внимание на экран. Подберите синонимы к выделенным словам. Прекрасные рисунки, быть открытой, красивое лицо, быть человечным. Давайте проверим, какие синонимы у выделенных слов. Прекрасные рисунки, красивые рисунки. Быть открытой, быть искренней. Красивое лицо, привлекательное лицо. Быть человечным, быть гуманным. Переходим к выполнению задания 2. От каких прилагательных образованы следующие наречия? «Живо», «Свободно», «Прекрасно», «Открыто». А теперь проверьте себя. Наречие «Живо» образовано от прилагательного «Живой». А теперь давайте попробуем согласовать эти прилагательные с существительными. Посмотрим, что у нас получилось. Прекрасный рисунок. Прилагательное согласуется с существительным в мужском роде, единственном числе, именительном падеже. Свободная тема. Прилагательное с существительным согласуется с существительным в среднем роде, единственном числе, именительном падеже. Ребята, определите, какой вид подчинительной связи использован в данных словосочетаниях. Это согласование. Давайте вспомним, что называется согласование. Согласование – это такой способ подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в тех же формах, то есть роде, числе и падеже, что и главное. Например, в словосочетании «любимое», «увлечение» оба слова стоят в форме именительного падежа, единственного числа, среднего рода. В этом словосочетании главное слово «увлечение» – зависимое, любимое. Какие еще виды подчинительной связи вы знаете? Правильно, это управление и примыкание. Управление – это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной падежной форме. Зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное слово, с предлогом или без него. Например, увлекаться живописью. В данном словосочетании зависимое слово отвечает на вопрос творительного падежа. Увлекаться чем? Живописью. Примыкание – это такой вид подчинительной связи, при которой слова связываются в словосочетании только по смыслу. В качестве зависимого слова выступают неизменяемые части речи. Наречие, диепричастие, инфинитив, несклоняемое слово или сравнительная степень прилагательного или наречия. В словосочетании «увлеченно учиться» зависимое слово – это наречие. Увлеченно. Итак, мы с вами вспомнили виды подчинительной связи. Переходим к следующему заданию. Прочитайте текст. Отметьте выделенные словосочетания. Каким типом связи они связаны. Давайте подумаем, хорошо или плохо мы расходуем свое время, особенно свободное. А как точно посчитать свое свободное время? Из 24 часов вычтем время на сон, занятия в школе, подготовку домашнего задания, работу по дому. И каждый из нас получит разное количество часов. И плюс выходные дни и каникулы. А это уже немало. Целое богатство. А теперь попробуем определить тип связи в выделенных словосочетаниях. Отметьте правильный ответ. Обратите внимание на правильный ответ. Вариант В. Примыкание. Расходуем как – хорошо или плохо. Проверьте себя. Точно подсчитать. Правильный ответ В. Примыкание. Зависимое слово «точно» на речи примыкает к глаголу «посчитать» по смыслу. Проверьте себя. Свободное время. Правильный ответ А. Согласование. Главное слово «время» согласуется с зависимым словом «свободное» вроде в числе и в падеже. Ребята, обратите внимание на правильный ответ. Время на сон. Правильный ответ В. Управление. Главное слово «время» управляет зависимым словом и требует от него винительного падежа. Время на сон. Обратите внимание на правильный ответ. Получит количество. Правильный ответ В. Управление. Главное слово «получит» требует от зависимого слова винительного падежа. Выходные дни. Правильный ответ А. Согласование. Прилагательное с существительным согласуется во множественном числе и в именительном падеже. Целое богатство. Правильный ответ А. Согласование. Зависимое слово согласуется с главным, в среднем роде, единственном числе и в именительном падеже. Ребята, сегодня мы с вами на уроке будем говорить об увлечениях, которые становятся смыслом жизни. Давайте посмотрим видеофрагмент из документального фильма, который посвящен Наде Рушевой. Надя Рушева – это известный художник, которую называли Моцартом в живописи. Ирина, а папа – театральным художником. Музеи, театры, книги. Этот волшебный мир окружал девочку с самого детства. До семи лет родители не учили дочь ни читать, ни писать, ни рисовать. Не хотели искусственно торопить развитие ребенка. По вечерам папа читал Наде сказки. Однажды, прочитав пушкинскую сказку о царе Салтане, он обнаружил, что девочка успела нарисовать 36 иллюстраций. Так и повелось. Свои впечатления она передавала моментально, создавая новые миры с помощью перьевых ручек, фломастеров и цветных мелков. Отец был художником и просто не мог не заметить дарование дочери. Он показал ее рисунки коллегам, а те отправили иллюстрации 12-летней Нади в журнал «Юность». В редакции устроили выставку ее работ, а вскоре о юной художнице узнала вся страна. Надю Рушеву показывали по телевидению, они писали в газетах известные критики и литераторы. То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка, восхищался Иракли Андронников. Ее работа не требует доказательств своей первозданности. Казалось, Надя хочет объять необъятное. Ее интересовало все. А серии своих рисунков она называла просто «Русский балет», «Сказки и фантазии», «Мода вчера и сегодня», «Эллины и рабы», «Мир детей», «Сила и грация». Увидеть работу Нади Рушевой мечтали все. И взрослые дети готовы были выстаивать километровые очереди, чтобы попасть на выставки рисунков гениальной девочки-вандеркинда. А сама девочка, словно не замечая обрушившейся на нее славы, продолжала оставаться простой московской школьницей. Дружила со сверстниками, легко отплясывала Чарльз Тон, плавала, каталась на лыжах и коньках, любила слушать музыку, разную, от Рахманинова до песен Битлз. Она менялась только, когда начинала рисовать. Веселая девочка становилась серьезной и сосредоточенной, погружаясь в непостижимый свой собственный мир творчества. «Я живу жизнью тех, кого рисую», – говорила она, превращаясь в Наташу Ростову или в Наталью Гончарову, Беллу или Анну Каренину. Мы просмотрели фрагмент документального фильма, посвященный Наде Рушевой. Выполните следующее задание. Дополните предложение. Выберите правильный вариант ответа. А теперь проверьте себя. Надя Рушева жила в Москве. Правильный ответ – «Б». Она родилась в артистической семье. Правильный ответ – «А». Надя с детства любила рисовать. Правильный ответ – «Б». Скоро о юной художнице узнали в стране. Правильный ответ – «Б». Увидеть работы Надя Рушевой мечтали взрослые и дети. Правильный ответ – «Б». Ребята, Надя Рушева прожила короткую, но яркую жизнь. Она рано заявила о себе и рано ушла из жизни в 17 лет, оставив более 10 тысяч рисунков. Прочитайте письмо Наде Рушевой. Скажите, какие черты характера проявляются в этом письме? Привет, старина! Не писала, потому что была занята страшно. И в школе, и с выставкой. В Центральном доме работников искусства 3 декабря был 98 номер устного журнала «Жизнь и творчество». Там одна страничка про меня и выставка из пяти тем «Мастер и Маргарита», «Школа», «Маленький принц», «Воспоминания о Варшаве», «Пушкин». Вчера у нас в школе была викторина по Маяковскому, Блоку и Сенину. Наш класс был только на третьем месте. Я читала Блока. Жалко, что не было танцев. Но зато нашему классу поручили новогодний вечер. Вот натанцуемся. Скорее бы кончился этот год. Ответьте на вопросы. А теперь проверьте себя. Почему Надя долго не писала своему другу? Ответ. Она была занята страшно. Чем она была занята? Надя была занята и в школе, и с выставкой. О чём была страничка устного журнала? Правильный ответ – о Наде и её выставке. О какой викторине пишет Надя? О викторине по Маяковскому, Блоку и Сенину. О чём она жалеет? Жалко, что не было танцев. О чём мечтает девочка? Скорее бы кончился бы этот год. А теперь попробуйте определить виды связи в следующих словосочетаниях. Проверьте себя. Занято страшно. Вид связи – примыкание. Правильный ответ – вы. Выставка из пяти тем. Это управление. Правильный ответ – Б. Маленький принц. Правильный ответ – А. Согласование. Воспоминания о Варшаве. Правильный ответ – Б. Управление. Скорее бы кончился. Правильный ответ – В. Примыкание. Ребята, Надя Рушева была трудолюбивой и целеустремлённой девушкой. Её выставки собирали тысячи людей по всей стране. Давайте познакомимся с её рисунками и совершим небольшую экскурсию в музей. Редактор субтитров А.G. Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, сегодня на уроке мы с вами вспомнили виды связей, научились их определять в предложении и познакомились с жизнью и творчеством юной художницы Наде Рушевой. Наш урок подошел к концу. Ответьте на вопросы. Что нового узнали на уроке? Чему вы научились? И какие у вас возникли вопросы? Запишите домашнее задание. Напишите другу в письме о жизни и творчестве Наде Рушевой. До свидания. До встречи в эфире.